Субтитры сделал DimaTorzok 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 взял бы что взял да это не обращай а красиво нет илюха написал не криво красиво игры читай внимательно арчи андрей тебя понял привет отель блядь оказывается прямой эфир так весело снимать как мы раньше без этого жили проборчики ровные таким образом далее вставляешь сразу расческу и все у тебя влазит отлично вниз можно проверить клиент уже знаешь что его потом нагло обреют знаешь я к этому и готовлюсь у тебя как раз военка да ну типа здесь уже неплохо лежит вот только вот эта часть пока что надо еще вот над зоной пробора поработать здесь было сейчас все квадратно подстрижено теперь зону пробора надо слегка закруглить видно что не потерял хватку такие же мощные руки как и 10 лет назад кто опять воронин хочет с нами прямой эфир ворваться да я тоже уже старая не понимаю андрюха может и жопу покажешь жопа будет в конце когда достригу да жопа будет в конце это будет главная интрига нашего эфира чтобы людей удержать именно жепу наши спонсоры дает вам все хорошо видно я могу подвинуться до с другого ракурса они нам не платят за рекламу ой пашечка пришел смотрелся не насмотрелся за год работы с тобой но паша же год с тобой работал не отмети не поменяем потому что у меня не работает аукс телефон андрея у меня в руках паша хочет чтобы ты его стриг полностью но я скинул ему ссылку для записи понял паша чудо не записываешься стрижет в питере барбершопе снэч ой мы теряем людей сзади вот так это выглядит сзади Жопа пока нельзя, она будет в конце Сейчас будет секретная техника, все, вырубай Это не просто жопа, это жопа Андрея Что за контингент там собрал? Страницу новую сыграл Откуда такой интерес к твоей жопе неинтересный? Секретная техника Андрея Ты специально лучше снимаешь? Конечно Конечно Зачем по мокрым филировать? Ну, зачем? Это уже слишком философский вопрос Для чего? Для чего? Во-первых, чтобы облегчить работу при сушке Если вообще не филировать, то просушишь волосы одним способом Затем уберешь массу, их надо будет пересушивать заново Я предварительно снимаю то, что в любом случае снимется То есть облегчаю себе задачу Ну и плюс на мокрых это не так сложно заметить лишний объем сразу Конечно, потом еще доработаю, возможно, но обычно не промачиваюсь С первого раза до высоты, которая есть В планах Тяжело? Объясни, когда работаешь на самом деле Привыкай Ну типа я уже вижу, допустим, что где лишнее, где не лишнее Все предварительно до сушки еще подготавливаются Потому что у меня не будет второй возможности пересушить Оно есть, но во времени не хочу укладываться в такие рамки И проверяю сразу же задуманную форму Здесь у нас пробок будет Смотрим, правда, сделаем Так, ну просушить Смотрим 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 Писает Смотрим Продолжение следует... 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 здесь тоже самое прочесываю убирая по нас последний последнюю модель последняя модель самая модная . привет японцы и вот опять же здесь уже против роста типа постепенно начиная с этого бога не не отсюда как иногда бывает начинают нового может часто хуй не конкретно отсюда потому что я освобождаю фундамент для вот этих волос которые растут вперед и начинала с самого низа можно сказать минуты не седаешь ответ просто хочу показать что было бы если бы я прочесал вниз и просто срезал вот это все здесь вот как раз таки было бы вот эта шляпа который потом хрен исправит и и зарезать очень легко вот сейчас даже я бы снял вот эти волосы и все они были были вперед и форму завалили бы а тут как раз таки ты убираешь все лишнее работаешь только с той длиной которая нуждается в этом я не знаю возможно выйдет не получится с такой технику приходи вроде по-другому на пачку задавать какие-то дуги вот эти сраные всем так нравится ой митя митя возражает говорит все получится я не против блин мне так нравится как по нас срезает просто кайкушки трачет нам долго точно так же как и все остальное мне кажется у него мягче срез по-другому спецы которые шарят типа ооо тут полетачку срезаю по-другому по-другому я хуй знаю как развлечить это все ну по нас все такое мягкие я даже не знаю плюшевый срез но фейдить им можно но мне кажется немножечко геморройно я могу ошибаться я же не профи ебучий гай теперь я вечно его запарываю я думаю можно начал делать фейд зашло больше людей это конты хорошо и люк сохраню вопросов доту пошел катать кто-то сомневался я не знаю и люк начать ли мне снова играть в доту андрей оккупировал компьютер я не могу играть да не надо отмазываться я тебе предлагал нормальный кончик все будешь бы на меня а вторым илья работает не поняла вопроса а прогулки кто у нас там подсматривает заяц без билета это наш тату мастер на самом деле если бы не он мы бы не сняли стрим что-то 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 оставляй так вот это что там андрей можно это дерьмо потише сделаю мастер спальня с гардеробной можно следующий раз назначать дату и точное время стрима чтобы же готовились с блокнотами зачем их оскорбляешь они с тебя смотрят жопу мою просто показать не ну с блокнотами конечно то роман то есть теории нет никакой просто стрима ну че с пока прямыми было часто очень филирами стрижешь да и теми и теми постоянно невозможно сделать переходы между филированными волосами и не филированными используя только прямые нереально просто ну даже если логически шефер и себя от этих наркоманские вот это особенно микки мауз перевернута филированными я часто слышу что многие хает и говорят что филирами работать его не true не трублять я худо мне кажется нет ни одного реально трушного мастера блять прям трушного что да и бац у него невозможно было типа о чем тогда вообще можно говорить не true не true причем здесь филира типа филира это блин не true машинками работать потому что филира это как и машинки по сути достижения филированными все чтобы облегчить тебе работе да ты выполняешь есть например некоторые задачи которые нереально выполнить прямыми ножницами типа зачем отказываться от этого просто надо уметь им пользоваться ну это как везде если проще ну блин я не знаю тру не тру если тру то блин надо от фена отказаться сушить блять вот так полотенцами как раньше сушили башки или стричь 3 часа пока не высохнет само ну это такое да дофига чего не трушного нахуй пеньюары типа блять можно выкинуть их и скатерты босса на своем одном скатерте еще что-то немного такая тема как бы можно и свет вырубить в заведении тоже трублять или не труб можно и телефон не снимать он тоже не трушный по сути надо на ебучую эту камеру знаешь как это крутится тогда трушно будет и ходить и раздавать эти кассеты потом вот охуительно мальчика это почтальон нанять которая будет бегать почтовым голубем отправить ну типа не тру если блин ты стрижешь блин и получается хуйня какая-то вот это не тру а то каким это способом достигается что-то уже недельная тема недельная тема ну типа большинство таки делают типа оставляют зону сведения тачки и ножниц вот в таких блять антеннах типа мне нравится когда все более монолитно просто задрачивать вот так вот просто задрачивать вот так вот да тут просто хочется показать детали это все бля по миллиметрам стригается вот так кончиком ножниц буквально по чуть-чуть потому что если стричь всем полотном то ты сделаешь квадратную хуйню мне даже неудобно так стоять почти ну и прочувствуешь вниз смотришь что более-менее нормально где доработать вот все вниз посмотрел потом прочесал назад посмотрел дальше дальше и да уже чувствуешь эту форму нет я говорю Есть такая фигня, как мышечная память, я не знаю, но ты когда фигачишь, реально вспоминаешь уже, ну, есть, допустим, мастера японские, они площадки делают, они снизу, короче, начинают и ножницами херачат полностью вот так форму, потом смотришь и в профиль вот то, что надо, блин, и типа у тебя руки запоминают, как достичь гармоничной формы, если ты монотонно повторяешь одно и то же. То есть я думаю, что это можно называть, но типа чувствуешь, не чувствуешь форму. Говорят, очень интересная информация. Хотите, чтобы Андрей почаще снимал стримы? Не-е-е, пошло нахрен, типа. Еще такие напишут, да, хотим, но без тебя. Ну вот типа уже, блядь, вырисовывается переход между тачкой и ножницами, что он плавный, такой гладкий, вот это все благодаря тому, что филера создали, типа, и короткие длинные волосы одновременно здесь, и затем все лишнее торчащее почистил шлифовкой. Вот хуй ты прямыми ножницами добьешься, будешь просто поднимать вот эту границу выше и выше и выше, пока не запоришь. Вот, а филерами можно в любом месте создать переходный. Ну, у меня получалось, по крайней мере. Вот, такие дела. Уже тут с этим можно работать. Теперь ебучая сторона. Так, сейчас мне нужно встать, да, как-нибудь. Так, вот здесь, конечно, посложнее вариант, просто потому, что здесь придется почти горизонтально херачить, а ты мне будешь тут мешать. Ладно. Если вести вот обычной тушевкой, типа, херачить, вот, ты уже ведешь, типа, и волосы возвращаются на то место, куда они, блядь, и будут расти. Вот так смотришь, вроде есть переход. Вот так смотришь, нихуя его нет. А так есть. И так тоже, нахрен, почти. Что в этом случае делать? Что делать? Врубать в камеру, блядь. До свидания. А в этом случае я обычно прочесываю так, как будет носиться в дальнейшем, типа, что-то среднее между тем, как волосы будут падать естественно, и как они будут носиться, типа, укладываться там, вот он будет зачесывать вот так, скорее всего. Вот так, чтобы было комфортно, блядь, от себя. И соединяю нахрен, прямо из-за всего. Вот, и пока я, блядь, не сделаю одну точку вот здесь, от которой будет сведена, то есть я дальше не продвинусь, потому что, блин, как мне узнать, что эта техника работает вообще? Сначала запороть всю башку, а затем, блин, типа, понять, что, а, блядь, филерами не варик был. Надо начать с одного момента, который даст успешный вариант, а потом двигаться только дальше. Как называется ножницы твои? Ножницы? Да, филера. Хуи ножницы за 2 ксарябну. Это катачи, да, по-моему? Какачи, по-моему. Какачи? Ну, короче, это катачи за 2 ксарябну. Это вообще не важно, на самом деле. Если ты их затачиваешь регулярно, они просто будут такими же острыми, как и другие, просто тупиться чуть-чуть пораньше, чем обычные. Конечно, лучше, блядь, дорогущие взять, там, допустим, за сотку, за две, но, блядь, я в России не хочу брать такие ножницы, потому что я, например, ходил в магазин кашо, мне дали подержать за тридцатку-сороке, блядь, ножницы. И я, типа, смотрю, они уже закусывают, блядь, нулячие в магазине, блядь. Ну, у них еще заусенцы. Вот, их хуйня такая. Я просмотрел, прокрутил их, думаю, в пизду, блядь. А я понимаю, что они, как бы, в закупке, там, рублей 5 стоят, блядь, плюс наценка, плюс вся хернятика, и выходит в итоге, что мы башляем, как бы, за воздух. Привет. Вот ее, типа, здесь аккуратно надо. То есть, если причесывать прямо вниз, то, блядь, хреново будет. Если более естественно так смотреть, то уже получше, но здесь надо будет поработать, конечно. Формой тут ее запороть, блядь, очень просто. Поэтому я так аккуратно нанося. Проверяю. Неаккуратно. Катюша, привет. Цена, сколько стоят ножницы? Эти ножницы стоят 2000 рублей. Они звучат, как на 2000, не больше. даже могу показать. Мать твою. Все, пиздаю. Возьми мой фен. Запускай шляпу, блядь. На фен. Теперь дай сам только. Фена, пизда, пришла. Ну, так просто, прикинь, да. Пал, блядь, он взорвался, нахуй, смотри. Блядь! Может, ты бы выдержнешь, а? Суки, сделают же, блядь, да на кусок. Барберские кресла, сколько стоят? Самые дешевые, средние, откуда можно взять доступные цены. Это что, вы только рекламировали? Нет, это я читаю. А, тебе уже пришло. Да, конечно, я эфир сохраню, и он будет доступен у Андрея. Ну, насчет кресел могу сказать, что их огромное количество. Они все заказываются с Алиэкспресса, но практически все. Вот, кстати, пока не поздно. Говнище, ебаное. Один раз упал, все, пизда, ему. Хотя нет, два раза упал. Один на нормальный пол, а сейчас вот на пожестче, блядь. Мураны. Где доступен? Где доступен? Эфир твой, походу. Ты знаешь, где доступен? Я его сохраню, и он будет у него, господи, как это называется? На страничке в инстаграме, в профиле, да? Так, а насчет кресла, блин, можно и за двадцатку купить, можно и б.у. купить? И вообще... Это же просто табулетка, блин. Ну, блядь, да. А он как планирует переходы с нуля с насадками? Могу ножницами, на самом деле, для прикола. Нахуй эти насадки. Я не хочу здесь два часа стоять. Да ты можешь тут два часа стоять, что ты, блин? О, может, ножницами. Хочу ножницами, не хочу ножницами. Я думаю, что основную массу можно снять, типа, насадками, а дальше доработать ножницами. Ну, вот, типа, блин, если вот так прочесать, то получается, типа, что здесь жестко. А если вот так, например, то здесь получается квадратная форма. Это более естественный вариант. Форма не запорная, в общем-то, потому что мы подзаявлись немножко. Как обычно, макушка, которую мы почти не трогали. Ну, вроде нормально ложится, надо потрачивать, конечно, еще. Так, ехали дальше. Так, возьму четверку пока. Четверку. Чуть побольше надо. Сейчас я на яму-то, ну, не то, что не обращаю внимания. На пятна не смотрю, потому что не важно полностью форму сохранить, вот как она есть, квадратная, типа. А дальше я уже буду работать с сиянами, с вами танца. Опять же, вот здесь тоже важно, взгляд, не заехать за бугры. Что-нибудь запорочек. Залипала. Залипала. Залипаловка. 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 я не могу нормально песни слушать из этих вебемок магистр йода там еще сделаю все то что я обычно делаю только машинкой ну типа работа на короткой длине типа два миллиметра и один миллиметр а вот это все на работа уже можно скорее всего в общем нет четкого плана никогда потому что на разных этапах стрижки проявляются разные нюансы которые не решить просто одной тачкой там например да да и скучно это для себя одинаково все делать я всегда думаю там что есть и сети постригли хорошо там или плохо или одинаково этот из детских надоест быстро тебя спрашивают а чем ты будешь линию триммера сводить чем ну триммером скорее всего чем задал тем с виду углы поэтому я говорила что немножко проблематично стричь по нашим не очень красивый срез не ну смотри подожди про линию триммером я изначально не задавал линию триммера то есть я не стрик триммером вот так и выводил сюда поэтому ее по сути не должно быть есть я сейчас под надавлю немного по носам посильнее и не будет вот здесь например нету линии триммера надо не создавать линию триммера мне не будет линии вот смотри вот эти попрошался отдельные кусочки есть ну триммера тут точно нет я знал как блять что не стоит эти фейды делать да да у него очень сложная башка все эти да и про башку даже все эти вопросы меня больше выматывает чем голову привет фил вот и тут написали что на висках всегда волос тоньше поэтому тебе легко получилось вести волосы гайдену на затылке но покажем затылочки даже здесь тоже триммером я не говорю что легко заебывающих у меня на самом деле вот здесь вот все замечательно фил вот это все это уже не триммер постараемся почаще делать трансляцию будет возможность тем более теперь мы работаем вместе так что это будет еще проще вот дальше типа уже можно ножницы можно начать опять же я раскрываю ножницы не полностью и срезаю не полностью а только вот этими кончиками то есть обрабатываю такие полоски узкие ну я чувствую чем я срезаю там иногда наклоняю ножницы вот под углом чтобы не коснуться лишней поверхности у ненужных волос которые уже не нужно стричь вообще в этом в этой техники лучше конечно не башить потому что прямые слишком много срезают и быстро проебываешься чрезмерно быстро плавно проебывается ой почему-то говоря что осталось 57 секунд да я не знаю что это значит типа типа он выключится не знаю спроси урова да убеги спроси ну запустил заново да вырубился нет не вырубился еще какой-то обратный отчет пошел а потому что час прошел запускай да все мы начали прямой эфир но пока еще никого нет съебались как только возможность появилась вот подключились так вот надо еще учесть что я чувака стригу первый раз то есть но это не модель какая там есть хуй знает чтобы не проебаться я осторожен это все можно быстро работать в работе обычно еще чуть-чуть быстрее работают то есть но не объясняют что я делаю типа тут хуйню митя пишет он же кудрявый еще до жути не бывает что так давай еще эту сторону давай так как бы как бы вам заснять давайте давайте вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... С разных сторон, блядь, свет такой ебочий. Проблема со светом, это... Ты мой конёк. Вездесущая проблема. Вездесущая. Вездесущая. Привет из Сибири, привет! Здесь сама Сибирь подписалась на меня. Это барбер из Сибири. Удяков. А, всё. Слыхали. Странное ощущение, чувствую себя бабкой старой. Почему? Я не знаю. Передаём привет из Сибири. Ну, больше делать. Худяков пишет, скучал по мужским стрижкам. Кто? Худяков. Скучал. А, он скучал. Он скучал. Я думаю, что это к тому, что у тебя в последнее время в инстаграме очень много было женских стрижек. Да не очень много, там пару штук всего были. Это были транссексуалы, поэтому, по сути, мужские. Ну да, кстати, там были трансухи. Так что... Ой. Убираем шутки. Если транс отпишется от меня, останется 20 подписчиков. А барберы-цыгане есть? Ты знаешь цыганов? Цыганов знаю, барберов нет. Барберы-цыганы. Барберы-цыгане. Да они не хотят работать. Они, ну, цыгане, они любители работать. Сейчас ещё такая стопка отписалась от тебя. И потом цыгане написались такие, сука, блядь. Сразу комментарии посыпали злостами. А в Сороках есть барбершоп? Нету, наверное. Вряд ли. Там есть суши по космической цене, блядь. Барбершоп. Да, я помню, короче, мы как-то гуляли по Сорокам. Это столица цыганская. И там Филадельфия одна стоила 1500 рублей. Да не, не, какой-то ещё 500 рублей. Да, я помню, там она стоила 500 местных единиц. Это было, блядь... Не, ну мы видели 500. Чё это было, блядь, подожди. Умножь на... А, ну да, полторашку, что ли? Да, полторашка. За просто наборочек из шести там. Да, там шесть кусочков одной Филадельфии стоили полторашку. Цыганская столица. Обалдеть. Андрей, почему ты ушёл из Хэдбластерс? Почему? Да, слушай, я хуй знает, ну, кому-то интересно это что-нибудь. Ну, расспрашиваю, значит, интересно. Я не знаю, много причин всех разных. У самого Хэдбластерса узкая политика в плане того, что классика, блин, всё, и за эти рамки, то есть, не выйти никак, то есть, хочется, в принципе, разнообразия какого-то в плане стиля, своевольности, что ли, такого там. Ну, есть в какой-то степени, но всё равно не то. Вот. Ну, и то есть, там разные моменты, которые настолько банальны, что не имеют смысла их создать. Да, в любом случае, уход из какого-либо места, это же не просто там что-то произошло, и ты ушёл. Скорее всего, там куча мелких деталей, которые в единый сливаются. Я не вижу смысла как-то что-то уточнять, там, не знаю, по этому поводу. Ну, типа, обычно говорят, типа, так, ну, не сошлись во мнении. Ну, типа, не сошлись, да и плохо. Типа, я не хочу даже возвращаться обратно, чтобы думать на эту тему. Сколько ты зарабатываешь, аня, сколько ты работаешь за месяц? Ты сейчас выспорт включил. Думайте уходя отсюда. За месяц тебе хватает или ещё с бизнесом занимаешься? Какое-то дополнительное спасибо за ответ заранее. Это не я так читаю. Это так пишут. Так, сейчас я свою жопу уберу отсюда. В смысле, там, какой вопрос-то был ещё раз? Ещё раз читаю. Ты сколько работаешь за месяц? Тебе хватает или ты ещё с бизнесом занимаешься? Какое-то дополнительное спасибо за ответ. Нет, я часто стригу пока что, но, типа, иногда обучение бывает, хотя дофига людей пишут, но почти всем отказывают. Но, типа, это нельзя считать за какой-то заработок. Вот, поэтому пока что только стрижки, но... Вроде, ну, не знаю, как понять, хватает. Ну, нам на жизнь хватает. На жизнь, на проживание, на прочую херню всё это хватает, конечно. Иначе, нахуй, я бы не занимался этим уже. Потому что... Да, можете задонатить. Нет, это не надо. Вот. А в плане того, что сколько можно было бы зарабатывать, так я, да, я вообще опускаю очень много возможностей из-за своей принципиальности какой-то. Поэтому... Ой, ты выщик показываешь. Выщик. Да, это, типа, такая... Ну, говоришь, что не слышно. Сложно. Для отрастания форма будет дерьмовая. То есть, неделю ты походишь с этим фейдом, ну, 2-3. Дальше, ну, типа, приходи стричься, типа, но не все так хотят, типа, я не против этого метода, но... Мне нравится выравнивать густоту прямым, можно сказать, назначением этих ножниц. То есть, эти ножницы созданы для убирания густоты, так сказать, филировки. Вот. Поэтому я использую их по назначению и убираю густоту лишнюю. По чуть-чуть. Меня тут засрали, я микрофон пальцем зашел. А? Это, конечно, блядь, кропотливая работа, долго, но... Не знаю, кого ты ебил. Как тебе работы Коли Воронина? В смысле, как? Нравится, я не знаю, или нет. И покажи мне, где у тебя микрофон. Микрофон? Да, внизу, наверное, микрофон. А, ладно. Да что, это Коля, что ли, спросила? Нет. Артер Мадова, вот кто спросил тебя. Да, слушай, блин, все зависит от того, какие у тебя ценности. У меня, например, ценности на фейды не распространяются. Типа, фейды, да, круто, блин, я смотрю, но, типа, вживую я не видел их, к сожалению, но, разве что на Russian Barber VIP, но мне тогда не до этого было, как бы, поэтому я вживую не видел. То есть на фото выглядит пиздано. Ну, типа, не знаю, что сказать еще. Почему не прямыми клинками ты делаешь, как Воронин? Потому что я не Воронин, наверное. Или, ну, типа, а какой смысл прямыми? Я объяснил, что, но филера... Они не слышали, потому что я зажала по разу. А, да, филера, короче, созданы для того, чтобы убирать густоту. Здесь излишки густоты в темных пятнах, то есть там больше волос. Соответственно, можно и прямыми, можно и филерами, но мне филерами нравится больше, поскольку я филерами еще вдобавок могу углом врезания контролировать количество срезаемых волос. То есть это такое. Ну и плюс залезть филерами, например, в кудрявые волосы, то есть если у тебя есть завиток какой-то, допустим, то есть ты срезаешь филерами, ты прорезаешь его полностью. Вот. А если прямыми, точнее. Если филерами, ты срезаешь только то, что тебе нужно. То есть это все равно, ну, те, кто делал, допустим, point cut pointing на вьющихся волосах, то есть это бессмысленно. Вот. Потому что они завиваются, и если ты будешь проходиться вот так вот по пряди, то ты срежешь все к черту и не протекстурируешь ни хрена. Вот. Вот. То есть поэтому мне нравится. Да и плюс прямыми проще запороть. А вот в реале я, ну, работаю вот так вот, в таком темпе примерно. Просто сейчас я ни хрена не вижу, что я делаю за камерой. Что-то пытаюсь там сделать, но не видно. Почему ты именно в этот барбершоп пошел работать? Потому что он через дорогу от моего дома. И все? И все. Чего вы? Ты же должен, что это... О, потому что ты там... Да нет, на самом деле... Это не может быть причиной, поскольку тут работа, по сути, не... Ну, просто реально в соседнем доме... Ну, и плюс условия выгодны. Опять же, здесь довольно-таки выгодны условия для мастеров. Просто стригал Андрея стоит 1700. Ну, для Питера это обычная цена, как и... Вот, дальше можно уже попробовать... Здесь я длину врезания контролирую углом наклона ножниц. То есть, если я вплотную буду к башке держать ножницы, тогда я зарежу слишком много. Если я хочу там 3 миллиметра, я примерно на 3 миллиметра ножницы от кожи головы располагаю. И срезаю сначала 3 миллиметра, потом 2 миллиметра, потом вплотную 1 миллиметр. И таким образом, типа, растушевываю всю башку. Вот, если говорить о ножницах. Ну, и плюс еще надо не забывать, что я здесь угол задаю какой-то... То есть, это не прям. Так, чем вертикальные ножницы будут расположены в голове, тем проще будет задавать этот угол, не выворачивая руку. Ну, я выбираю, что среднее. Ну, 1700 это средний ценник по Питеру, на самом деле. Ну, в Чопе здесь 1700. Да, в Чопе здесь любозят тысячи. Я не вижу смысла для себя работать дешевле, чем в Чопе, потому что у нас тут... Ну, не скажу конкретно всем, но большинство Чопа я видел, как стрижет. Ну, так... Сейчас еще пачка отписалась. Как и везде, да, есть хорошие мастера и плохие. Но я не вижу смысла, типа, если средний ценник по Питеру такой, то работа дешевле... О, Колька пришел, генерал. Так можно же триммером разбить плотность уголком? Уголком вот здесь, типа? Ну, да, типа того. Внутри, блядь, 9 миллиметров или 12? Ну, типа, как-то вот эту густоту вот смотри. Это не я, это заводник спросил. Хуяк, блядь, ее нет уже, видишь? То есть, то же самое. Ну, триммером ты хуй так сделал сейчас, честно. Он, походу, что-то знает. Кто? Заводник. Генералов, говорит, лучше прямыми. Ну, ладно. Ай, ладно. Ниже, говорит, можно уголком делать. Не, ну ниже, тогда не вопрос. А в чем преимущество прямых и филеров? Вот, например, какая разница филерами или прямыми, типа, уголком? Конкретная разница интересует. Ну, я же должен знать, типа, что я меня, ну, типа, шил на мыло или как бы лить. Ну, типа, я знаю конкретно, вот, свойства филировочных, типа, что я ими делаю. Коля настаивает, он говорит, снизу руби, снизу прямыми вырезать. В пучки, говорит. В пучочки. Не, прямыми тоже прикольно, типа, я делаю и так. Вот, и прямыми. Ну, блядь, опять же, не всегда, типа, волнистый волос, он тоже ебет. Здесь, видишь, филерами ты можешь безразборно хуячить. А прямыми надо подгадать угол, типа, вот здесь волосы растут сюда. Ты должен, блядь, ебашить вот так уже, значит, чтобы не зарезать тут, блядь, по чуть-чуть, херачить, блядь, вот эти вот пучки. Это, конечно, прикольная тема. Опять же, если волос здесь растет под этим углом, тогда уже прямые надо вот так вот врезать, блядь, перпендикулярно. А филерами ты хуяришь, ну, типа, в темпе, мне нравится больше, да. В филерами пиксель на фото образуется. Пиксели на фото. Не, ну, зависит от процента срезания волос филерами. Есть 15%, есть 30%, есть 70%, есть 70%, ебаные, то, конечно, тут будут эти ебучие пробелы каких-то. Илья, не смешу, у меня рука трясется. Говорит, стоят два стола на одном, пучки дуроченые. На другом филераты черные. Не, ну я филерами выбираю, блядь, потому что. Андрей выбирает филерам. Это я хотя бы уже пробовал. Ахахаха! Я... Вот, за буграми тут тоже такая тема, блядь. Тут столько дудей развело, и сколько ты за месяц зарабатываешь? Да сколько можно посчитать, блядь, 1700? И можно максимум высчитать свое в этом, блядь, профессии. Ну, при условии создать твой процент. Ну, возьмите минимальные 15, там, допустим, в Тавгане же на 15 и работает. На 35, полтора года. Одна хуй стыня вообще. Чтобы ездить на оптиках, блядь, с другой жопой миром, типа, блядь. Флэшбеки. А, тут, кстати, тебя спросили, как ты относишься к ЧОПу, я забыла. Да нормально я отношусь, ну, типа, ну, у меня нет какой-то критики вообще, я не знаю. В интернете всем кажется, что я, типа, жестко хейчу, что-то, да мне вообще похер, ну, типа... Я работал в таких местах, которые, блядь, ну... Я вообще мечтал бы, наверное, в ЧОПе работать, работая в тех местах, блядь, которые выглядели так, ну, типа... А правда, что тебя не взяли в ЧОП-ЧОП? Меня? Ну, не то, что не взяли, типа... Я когда приехал только в Питерск, сколько лет? Пять, пять назад, хуй знает. Где-то так. Я, короче, пошел туда, а там был челик такой, знаешь. Я, вроде, все нормально постриг, и он, типа, как я понял, такой, блядь, завистливый был, хуй пойми чё. Вот, но я вообще, если честно, даже не имел желания, типа, устраиваться. Я просто пошел по привычке, типа, что я, блядь, дохуя собеседование там проходил, типа, думаю, пойду отмечусь, типа, что я там был, типа, и... У меня вообще была эпоха, и я тогда хотел стричь баб больше, чем мужиков, поэтому мне вообще было насрать. Поэтому, можно сказать, не взяли, это не то слово, как бы. В Топгане 35%, на первые три месяца ты будешь пью башни на 30%. Да я знаю этот весь процент, как бы, я так в шутку говорю. Не, просто этот человек спросил, что реально, типа, в Топгане 15%. Шутка удалась, значит. Люк спрашивает, тебе нравится стрижка Оксфорд и Рэббл? Блядь, нравится. Что дальше? Знаешь, когда хуй знает, что за стрига, типа, нравится? Да, охуительно. В мое время этот фасон назывался. Шапочка. Есть, носит такую зять, блядь, кто там? Как обычно говорят на... Сделай, говорит. В Белоруссии заебись. Это Колян, да, вон там сейчас. Тут телки красивые. А как же Лилия? Спроси... А, что спроси, Гену, в ладоши хлопал там. Ты в ладоши хлопал, там же запрещено. Нет, я ему... Блядь, ты что-то портишься. Блядь, я все порчу. Вот так обычно бывает после моих шуток. Такая тишина. Все-таки, блядь, рука лица. Блядь, отписка нахуй. Булками, говорит, хлопал. Тверкал. Тверкал. Что пройти? Что ты про аптеку скажешь? Про аптеку? Да. Я не знаю, я там не был, что я могу сказать. Что ты скажешь про почту? Про почту России или... Про казахстанскую. Короче, заводник будешь не спрашивать, я буду все коверкать. А нормальный язык переводит, он на немецком спрашивает. Шутки. Не знаю, что забрать еще. Так, сейчас, погоди. Ой. Хер, сапотник. Ну, и свет ебучий. Ну, это прямый мехой получается. Ну, так я же говорю, заводник. Все тебя называют заводник. Андрюха, шо за барбершоп у тебя новый? Новый? Новый. Такое вот. Шоп, чип, чип. Это не я придумал. Это Илюх. Так, все. Ладно. Слишком много переходов для скорой стрижки. Все, верхняя часть не будешь дорабатывать? Слушай, ну, я не знаю, что там дорабатывать. Там макуха, блин, я бы еще поработал над макухой, но больше и дорасти надо еще. Макуха уже была отстрижена. Там часть ее, какую-то часть ее подровнял, но он, блядь, надо побольше золота. Я не скажу, кто ее отстриг. Так, ну, тут у нас еще дорабатывает, походу, он здесь, потому что, блядь, как-то на уложенную башку можно было это видеть, и все там как-то награждается. А где Андрей работает? Андрей работает в Snatch. В каком? Это ты. Я помню. В Питере он работает. Заходи к нам в гости. О, ты что, приедешь, Илюх? Пишет тебе, что зайдет в июле. В июле? Угу. Мы такие прикол сорвались в отпуск в июле. Не, мы в отпуск поедем где-то в конце августа. Оставлю фотографию здесь на кресле, короче. Ну, обычно, да, уделяется где-то час. Что? Что ты так посмотрел-то? Не, сейчас слишком долго, типа, я стригу. Ну, это прям пиздец, хоть долго, обычно быстрее. 22 июля Илюха будет в Питере. Можешь жить у нас. Почему Влада вообще нырит? А какой-то воск там. Воск. Воск-воск. Воск-воск. Сколько у тебя примерно уходит времени на стрижку, ну, именно, без пиздежа, но в обычном рабочем? Да, с 45 до часа, час максимум, это часто запредельно вообще. Но с 45 это среднячок, типа, обыкновенный. Постоянников быстрее бывает. Вот на такого же качества, то есть, просто все побыстрее делается. Но все фотки в Инстаграме, это все сделано до часа. То есть, нет там работ, которые больше часа прострижены. Они сделали, они все на потоке, да? Ну, это клиенты все, у меня моделей почти не бывает. Ну, что скажешь, нравится тебе? Офигенно. Мне первый раз делали переходы в Афаиде ножницы. Уровень. Заебись, постриг. Пихут. Сейчас, еще рановато, там еще есть косячила. Но укладка тоже не более трех минут. Ну, типа, помпы там и прочие, 5 минут. Они все в основном, естественно, держатся нормально. Главное условие у меня. Вот тут, пацаны. Укладка. Ну, вот здесь, блядь, момент, до которого дорасти надо. Ну, на стрижку вверх сколько у нас ушло? Минут 10, там 12? Меньше. Очень быстро. Ну, типа, вот он лежит так. Можно пизжи, блядь. Но для этого нужна длина, что прям все филера ушли. Все филера. Вышли вон, блядь. Вот. Филерованные волосы, типа, блядь. Тогда уже нужно будет работать. А так они сами по себе ложатся, типа, тут даже много укладывать не нужно. Хуек, примен. Все лежит, блядь. Дроп, фуит. Ну, я не знаю, дроп, не дроп, а что-то. Ну, опять же, надо учесть, что, блин, голову это первый раз вижу. Нет, нет такого, что это на какой-то отработанной модели многие любят делать. Что-то еще, типа, обычная работа. Вот здесь вот сейчас еще до работы. Не даешь? Ой, ну прости. Спонсор нашего эфира Петрович. Блядь, трендовые названия. Комплекс лайк. Они, знаешь, так придумывают, как будто люди чисто из-за названия туда пойдут. То же самое здесь. Барбершоп-мужик. Россиянский мужик, да, блядь. Причем, барбершоп-мужик лайкнул у меня фотку, где девка, короче, прострелена. Одна-единственная фотка девки и... Ну, так это ж боты. У них там стоит накрутка. Да это смешно, типа, ну, ирония. Вот опять же, где нужно свести длину и короткие волосы, нет ничего лучше филеров. Поскольку, блядь, филера создают одновременно и короткие волосы, и оставляют длинные. Я считаю, что филера это самый недооцененный инструмент парикмахерами. Поскольку я делал чисто полностью стрижки филерами, и они выглядели охуительно. Ну, по сути, вот. Привет. Зачем люди просят запрос на участие в прямом эфире? Да я не знаю, как-то... Надо разобраться, посмотреть, что-то. Типа, чтобы они рядом болтались? Да, они будут параллельно с тобой вести прямой эфир. Будет экран разделен на две части, там ты, и внизу гость. Чтобы подречить. Ну вот, по сути, да, по сути, все. Можешь подснять вокруг. Супер. На вебку. Так она выглядит. Все, кончили? Кончили. Закончили. Ну все, ребят, мы закончили. Или нет? Ну, там уже шею стрижают. В общем, постараемся почаще снимать для вас стримы. Стримы сохраним. У тебя бы раз в год. Да, раз в год. Ну ладно. Хорошего дня. Блин, я тихо не завершился. Блин, я тихо не завершился. Идем, я тихо не завершился. Продолжение следует...